Всем привет! Вы на Большом канале Легасовского. Сегодня у нас 7 сентября 2023 год. Я думаю, если так смотреть, там дальше, то будет 08-09, а потом будет 09-09, 20-23. Вообще и сентябрь такой сейчас будет сложный во всех отношениях. Тем более этих уже дронов, ракет у России навалом. Ну давайте, про это я вам уже так в этих своих сейчас сегодняшних видео говорил. Там мне там говорят, о, там Олег Лич, иногда у вас там проскальзывает, как бы такое, которое было перед этим. Но там разные сюжеты. То есть я вам даю, поскольку видео у меня сложные, то иногда я какой-нибудь сюжет выделяю еще раз, чтобы вы его посмотрели. Потому что многие просто, к сожалению, средняя длительность у меня где-то 10, от 9 до 11 минут. А видео я делаю где-то до 20 минут. Поэтому есть важные сюжеты, которые, к сожалению, вы не досматриваете. Поэтому, если он актуален, я всегда вам его даю для проработки. Чтобы вы его проработали. Потому что повторение мать учения. Вы же помните, да, когда вы учениками были. Когда даже кто-то из вас еще высшее образование получал. Да, сейчас, правда, это уже не модно. Можно без образования и министром стать, и президентом, и премьером. Кем хочешь стать. Надо, говорит, вовремя только рот открывать. И хорошее движение им делать этим ртом и языком. И все, людей хорошо тогда получается. Сразу разные посты народными депутатами становятся. И депутатами, и кем хочешь могут стать. Говорит, помните, говорит, у вас славянский шкаф есть? Нет, нет, у вас только унитазы остались. Говорит, это может и тоже сходишься. Сходишься, если шире рот раскроешь. А сейчас у нас остались уже в этих всех, в основном на государственных постах, остались уже унитазы, которые шире роты раскрывают. Понимаете, и хорошо умеют ими работать. Вот поэтому тяжелая такая ситуация. Поэтому остатком умным я иногда для повторения ставлю вот такие сюжеты. Поэтому вы радуетесь, если я вам этот такой сюжет ставлю. Это для вашего же, так сказать, развития и вашей безопасности. Болею за то, чтобы вы, как говорится, живыми остались, и все у вас хорошо было. Теперь смотрите, на чем давайте остановимся. Очень серьезный Путин решил, так сказать, ну ему задачу ставят, а он тоже решил поставить. Это встреча у него была с Эрдоганом. Я уже вам ее описывал. Вот как они там это все потребляли, в каких объемах и что, и о чем говорили. Но там был один из ключевых тоже вопросов, очень важный. Это ситуация на Кавказе. Азербайджан, Турция, Армения. И после этой встречи Азербайджан чрезвычайно активизировался. И происходят следующие события уже несколько дней подряд. Они и раньше были, но сейчас активизировались. Только с 15 августа по 5 сентября азербайджанская авиакомпания называется Силгвей, Шелковый путь, совершила пять рейсов грузовыми самолетами. Знаете куда? На израильский аэродром Овда. Второй по величине аэропорт ближневосточной страны находится в 60 километрах от Эйлата. По данным израильских источников, Овда единственный аэродром еврейского государства, имеющий разрешение на экспорт и импорт оружия взрывного действия. Вот. Такая интересная ситуация идет. И с 1 сентября Силквейк, этот самолет, он вернулся с Израиля в аэропорт азербайджанской Ганджи. И потом опять вылетел в Овду из Ганджи. И все время туда-туда-сюда, туда-сюда. Естественно, он не просто так летает. Даже израильская газета «Горец» уже провела расследование о десятках рейсов грузовых самолетов в этом текущем 23-м году на авиабазу Овда и в обратном направлении. Слышишь, Зеленский? Вот куда оружие с Израиля идет. А к нам едут только эти, как они, паломники, вот приедут на этот самый, на Новый год в Умань. И смотрите, что получается. Израиль, число полетов из Закавказской Республики в Израиль резко увеличивается во время этих всех столкновений. То есть будет огромное столкновение. Оно уже идет. Отмечается, что за последние 7 лет, начиная с 2016 года, на израильском аэродроме Овда приземлилось 92 грузовых самолета азербайджанской авиакомпании «Сюгвей». И частота полетов из Баку резко возрастает, когда начинается эскалация войны армяно-азербайджанской, которая происходит. И, как известно, все уже это же сказал этот самый президент Азербайджана Алиев, что надо решать вопрос уже полностью Карабах, надо в Азербайджан возвратить реинтеграцию и сделать. И, по сути, речь идет, что Израиль очень много туда поставляет оружие, получается, в Азербайджан. Израиль продает своему стратегическому партнеру азербайджану, слышь, Зеленский, на Южном Кавказе, оружие на миллиарды долларов, баллистические ракеты, слышь, Зеленский, системы ПВО, дроны Камемкадзе, взамен получая от Баку нефть и, самое главное, разведывательный доступ к Ирану. Что Азербайджан позволил израильской внешней разведке Моссад, слышите, разместить на азербайджанской территории базы и наблюдать за происходящим в Иране и даже представил свое воздушное пространство, чтобы Израиль мог в случае необходимости атаковать иранские ядерные аренды. Как вам это нравится, дорогие мои? И Азербайджан фактически сегодня с Израилем создал единую модель безопасности. И он, в принципе, готов наносить удары сегодня по, соответственно, по Армении. Ереван заявляет, что вот у него с Индией, например, сотрудничество военное. Он называет это ответ Баку, который проявляет реваншизм. Таким образом, мы можем с вами что говорить? Что практически сейчас, особенно в свете последних заявлений руководства Азербайджана, говорит, что у армянского населения в Нагорном Карабахе есть только один вариант – это интегрироваться в, так сказать, в азербайджанский социум. То есть превратиться, по сути, в азербайджанцев. Поэтому там должна быть война. И Пашинян взамен проводит сейчас учение с американцами. Это как мертвому припарке, извините меня. Что он может Армении сейчас делать с Азербайджаном? И вот вполне возможно, что Путин с Эрдоганом все обговорили, что в конце концов, поскольку Армения так нагло себя ведет против России, забыла, кусает руку хозяина, Путин считает. Он хочет ее умиротворить и показать, кто в доме хозяин. Я думаю, он ее покажет. И его очень устраивает то, чтобы началась нормальная такая там заморочка в этом Нагорном Карабахе. И он выведет свой там контингент, будет это осуждать и так далее. А Азербайджан заберет все там эти все полностью, эту территорию, там коридор он и так закрыл. И полностью возьмет Нагорный Карабах, так сказать, под свой контроль. Вот это, я думаю, будет очень важно, очень интересно. И это будет новая задачка, которую Путин поставит сейчас, так сказать, вот этому уже очень умудреному опыту, опытом Байдену. И мы посмотрим, как мудрый Байден, который говорит, что он 300 лет живет, как он сможет ответить Российской Федерации. Вот такой бы я вам анализ сделал. Поэтому фактически Кавказ, Южный Кавказ может взорваться. И это, конечно, будет колоссальный удар по западному миру. Колоссальный удар. Но Азербайджан усилится. То есть Азербайджан станет более сильным, более пророссийско-турецким. Ну и там кагибисты, и там кагибисты, и там кагибисты. Вот. И будем тогда смотреть, как будут события развиваться дальше. То есть, скорее всего, сейчас начнется, будет, как это, начнут перерезать Кавказ, Южные территории и зоны влияния. И, по сути, уже Азербайджан для западного мира потерян. Вот. А они хотели переориентироваться. Сейчас там один предложил, который в НАТО отвечает за расширение, чтобы немедленно Армению в НАТО взяли. Вот. Но уже поздно. Уже поздно. И уже будут, так сказать, сейчас Армению будут... Азербайджан заберет на Горный Карабах, а потом может и войдет дальше в Армению, чтобы Пашиняна убрать. И поставили этим лояльное для России правительство. Давайте наблюдать. Будут события очень интересные. Тут тебе и Африка, тут тебе и Балтия, тут тебе и Польша. И теперь еще вот интересный Южный Кавказ вдруг начал пульсировать. Но есть же еще, кстати, и Тайвань, там Китай, Синдзипин, там активировал свои вооруженные силы. То есть, чем дальше в лес, тем больше дров и толще партизаны, да? Василий Леонид Соскин на Большом канале. До новых встреч.